МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Почетная служба. Глава Чувашия Михаил Игнатьев поздравил огнеборцев с профессиональным праздником. Наше геральдическое прошлое. Сегодня день государственных символов Чувашии. Вторая мама, воспитательница из Чебоксар, победила во всероссийском конкурсе. Продолжается весенняя посевная кампания. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев ознакомился с ходом полевых работ в Чебоксарском и Цивильском районах и принял участие в субботнике по посадке деревьев. В Цивильском районе глава Республики осмотрел поля научно-исследовательского института сельского хозяйства, где в данный момент идет сев ячменя. Уже посеяно 48 гектаров. Кроме того, еще 80 отданы под пшеницу и горох. Михаил Игнатьев также побывал на плантации хмельников научно-исследовательского института, где полным ходом ведутся работы по обрезке главных корневищ посадка саженцев хмеля. На Чувашский саженце большой спрос у алтайских хмелеводов. Глава Чуваши отметил, поскольку есть спрос, есть новые сорта, научные разработки, надо активно развивать хмелеводство. Цивильский Михаил Игнатьев присоединился к субботнику по посадке деревьев, организованному местным отделением молодой гвардии. В парковой зоне, посвященной панораме танковых сражений в Великой Отечественной войне, сегодня посадили ели, а со временем появятся декоративные кустарники и альпийская горка, пешеходные мощеные дорожки и, главное, диорама с танковым сражением и объемной инсталляцией. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Чувашии почти 800 миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В порядке софинансирования Республика добавит 616 миллионов. Эти средства будут направлены на переселение в новые квартиры 3,5 тысяч человек из 181 аварийного дома. В 2008-2015 годах в Чувашии на реализацию программ капремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья из средств фонда было выделено 5,5 миллиардов рублей. Еще 3,5 миллиарда вложил республиканский бюджет. Эти средства были направлены на капремонт 2 тысяч многоквартирных домов и на переселение из аварийного жилья 14 тысяч человек. Сегодня чувашские огнеборцы принимали поздравления с Днем пожарной охраны. В этом году службе исполнилось 367 лет. Торжественное мероприятие прошло в Главном управлении МЧС. В нем принял участие глава республики. Молодое поколение, которое представляет сегодня личный состав территориального управления МЧС России по Чувашской республике, могу комплексно оценивать ситуацию и сказать, вы надлежащим образом выполняете свой дом. Мы в нашей совместной деятельности, во-первых, обеспечиваем стабильную общественно-политическую ситуацию. Итоги четырех месяцев показали. Количество пожаров в республике сокращается. С начала этого года произошло более 200 возгораний. Погибло 30 человек. Но жертв могло быть и больше. Огнеборцы спасли 100 человек. Реагировать на чрезвычайные происшествия пожарные станут еще оперативнее. В республике продолжают развивать систему вызовов экстренных служб через единый номер 112. На реализацию этого проекта республике будет выделено 19 миллионов рублей. Распоряжение об этом в начале апреля подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Глава Чуваши наградил отличившихся огнеборцев. Начальнику первой пожарно-спасательной части вручили почетную грамоту Чувашской республики. Несмотря на то, что ее подразделения обслуживают заводскую территорию, часто приходится ликвидировать и пожары в дачных поселках. В сутки люди выезжают в среднем. Ну, по раз, два. Это средняя такая статистика. Ну, может быть, выезжают и три раза в день. Вот сейчас пожароопасный период. Участились выезда. Выезда выезжают у нас по три-четыре раза в день. Дачный сезон начался. Во время этого дачного сезона люди немножко начинают несублюдение правил пожарной безопасности, сжечь костры. Ну, соответственно, нет контроля. Костер распространяется. Сегодня, 29 апреля, традиционно отмечается День государственных символов Чувашии. Герб, гимн и флаг олицетворяют многовековую историю чувашского народа, богатство и своеобразие нашей культуры. В Государственном историческом архиве Чувашской республики вспомнили основные вехи нашего геральдического прошлого. Праздничная дата выбрана не случайно. В этот день, ровно 80 лет назад, родился народный художник, автор государственных символов Чувашии Элий Юрьев. Именно он разработал эскизы национального герба и флага, которыми мы пользуемся в данное время. Однако эти варианты далеко не первые. Между тем, мало кто знает, что о символах для чувашского народа задумывались еще до того, как наша республика была выделена в самостоятельную административно-территориальную единицу. В 1918 году была предпринята попытка создания национального чувашского флага. «Если мы посмотрим на эту фотографию, большинство из нас не скажет, кто этот человек. И кто такой Максимов, многим тоже ничего не скажет. Но если мы добавим имя-отчество и вторую часть фамилии, которая у него есть, он будет известен всем. Это Иатин Максим Степанович Максимов Кошкинский. Все знают его как драматурга, сценариста, основателя Чувашкину, проект, который он представлял от имени трех человек и был признан одним из лучших». Тем не менее, первые государственные символы герб и флаг появились только в 1926 году, после образования Чувашской автономной Советско-социалистической республики. Их разработал ленинградский художник Мартенс. Правда, просуществовали они недолго. В 1938 году все гербы союзных и автономных республик унифицировали на основе госсимвола РСФСР. И лишь в 1992 году Эли Юрьев создал принципиально новый герб и флаг республики, первым в России решившись использовать элемент национального изора как пирогическую символику. Тогда же впервые стал вопрос о собственном гимне Чувашии. В конкурсе победила песня о родине, написанная Германом Лебедевым на стихи Ильи Семенова-Тукташа еще в 1945 году. Во общественных отношениях государственной символике отведена особая роль. Достаточно посмотреть на лица спортсменов, когда в их честь играет гимн страны, которую они представляют. По долгу своей такой работы спортивной, много раз подниматься на пьедестал, и именно когда звучит гимн России, чувствуешь мощь, гордость нашей страны. Хочу, чтобы мы вокруг наших символов всегда держались вместе. Глава города Чебоксара Леонид Черкесов принял участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья, которое прошло в Ешкар-Але. Главной темой обсуждения стали муниципальные, земельные и имущественные отношения. Руководители Поволжских городов изучили новые положения Земельного кодекса России, организации работы по осуществлению муниципального земельного контроля, специфики мероприятий по увеличению счислений земельного налога и арендной платы за земельные участки. К примеру, глава городского округа Самара Олег Фурсов рассказал о легализации парковок в горы за рекламе на фасадах зданий и ряде других инициатив. Глава Чебоксар Леонид Черкесов отметил, что практический опыт, которым обмениваются крупнейшие муниципалитеты по Волжье в рамках Ассоциации, имеет важное значение. Глава Чебоксар Леонид Черкесов, глава администрации отметил, что если инвестор вкладывает в столицу более 100 миллионов рублей, то стоимость аренды земель на участок от кадастровой стоимости менее 1%. Вот это здорово. Я думаю, что мы тоже приедем и это обсудим и с депутатами, и с администрацией города. Конечно же, в нынешних сложных условиях это надо обязательно делать. Мой двор, мой дом. В столице Чувашии не первый год реализуется муниципальная программа по благоустройству дворовых территорий. Наша съемочная группа побывала на одной из таких площадок и узнала, какие планируются изменения. Куда припарковать автомобиль? Эта проблема является актуальной для большинства чебоксарцев. Она коснулась и жильцов домов по улице Николаева. Когда хрущевки только строились, парковочные места в планах не учитывались. А сейчас потребность в них велика. Утром тут очень много машин стоит. И, значит, все хотят иметь парковочные места. Мы хотели сначала сделать вон там за деревьями большую парковку на все дома. Но пришли, значит, это, пришли и сказали, что тут не может быть, потому что коммуникации. Но решение все же нашли. Небольшую парковку устроят между домами, средства на нее выделит столичная администрация. Места для автомобилей появятся уже этим летом. У жителей есть еще одна инициатива – расширить дорогу и положить новое асфальтовое покрытие. Не забыли и о детях. Площадка построена, она радует малышей со всех близлежащих дворов. В планах установить уличные тренажеры, чтобы активно заниматься спортом смогли и взрослые. Хотелось бы, чтобы все дружно принимали участие. Тогда и будет у нас еще больше порядка в доме и в дворе. За прошлый год в чебоксарских дворах появились более сотни новых парковок и почти столько же спортивных и детских площадок. В этом году их станет еще больше. Одним из условий у нас включение в такую программу – это первое – собираемость взносов должна быть более 80%. И должно быть самое главное – это протокольное решение собственников помещений о взятии на себя обязательства по содержанию такой парковки либо детской площадки за счет собственных средств. Копию протокола и заявления от собственников необходимо подать в районную администрацию. После их рассмотрят в общественных приемных депутатов ЧГСД, а окончательный список дворовых территорий утверждается главой столичной администрации. Татьяна Леонтьева, Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Дворец культуры «Салют» в ближайшем будущем поменяет свой облик. Популярное и любимое у жителей юго-западного района место отдыха станет просторнее, само здание выше. После реконструкции со стороны главного фасада здесь появится трехэтажный пристрой площадью 1500 квадратных метров. Увеличится количество посадочных мест в зрительном зале, изменится и облик прилегающей территории. Дворец культуры «Салют» предполагается реконструировать. Сейчас мы уже прошли, вот сегодня, буквально сегодня поехали за положительным заключением на проект реконструкции дворца культуры «Салют». В составе этого проекта мы предполагаем его благоустройство в прилегающих территориях. Вокруг дворца там зеленые площадки есть. Мы хотим их тоже осовременить так, чтобы было удобно использовать жителям этой территории. Уже этим летом чебоксарцы смогут отдыхать в небольшом сквере, который появится за дворцом культуры. В планах озеленение, благоустройство территории и установка скамеек. Согласно проекту, на этом месте вырастет и современный детский городок с горками, качелями и песочницами. А в центре сквера установят необычные часы. Со строительством полигона ТЭБО у горожан появились новые вопросы. Многих волнует повышение тарифов на вывоз мусора. Как формируется и от чего зависит стоимость услуги, рассказали на брифинге, посвященном работе мусороперерабатывающего завода. Подробности далее. С 1 января этого года, согласно федеральному закону об отходах производства и потребления, за сбор, вывоз и утилизацию мусора отвечают не жилищные, а коммунальные предприятия. Они должны получить соответствующую лицензию до 1 июля 2016 года. Перевозчики организации уже начали подавать необходимые документы в управление Росприроднадзора по Чувашии. Изменения коснулись и объектов размещения отходов. На территории Чувашской республики имеются объекты размещения, которые внесены в государственный реестр объектов размещения отходов, на которые можно размещать все твердые коммунальные бытовые виды отходов. Осуществление деятельности, то есть размещение не внесенных в ГРО запрещается. Полигон ТБО под Новочебоксарском начал работать в конце прошлого года в режиме временного накопления. На данный момент не все объекты станции сданы в эксплуатацию. Запустить комплекс на полную мощность и получить лицензию планируется к августу. На сегодняшний день получены положительные сокращения от Центра гигиены и эпидемиологии, Роспотребнадзора. На сегодняшний день документы на получение лицензии по обработке, в том числе транспортированию, находятся уже в органах Росприроднадзора. Мы надеемся их получить уже в ближайшее время. Сами бытовые отходы теперь называются коммунальными и плата за их вывоз будет взиматься не с квадратного метра жилья, а с каждого проживающего. Стоимость услуг повысилась за 200 рублей за один кубический метр. Это обусловлено технологией переработки мусора. Это не просто вываливание на свалку или еще что-то. Это сложный технологический процесс, который осуществляется, в том числе где сортируется мусор, извлекаются полезные фракции и конечным продуктом мы получаем хвосты и они подвигаются к глубокому прессованию, чтобы не впитывать влагу и не выделять вредные вещества в окружающую среду. В квитанции на кварплату услуга вывоза мусора включена в плату за содержание жилфонда. Повышение на одного жителя произошло в среднем на 7 рублей. Говорить о том, что повально изменилась стоимость жилищных услуг, тоже сказать нельзя. Об изменении заявленным в 16 раз услуги по вывозу и захоронению это также не соответствует действительности. Есть управляющие компании, которые сегодня выставляют ровно те тарифы, которые, ту плату, которая была установлена в октябре месяце, на февраль и на март и на январь мы проанализировали. С октября в отрасли появится региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Обслуживающие организации обязаны будут заключить с ним договора. И главное, жильцам станет легче разобраться в квитанциях. Услугу по вывозу и утилизации мусора пропишут отдельной строкой. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Первые в России. По итогам Всероссийского экономического соревнования Центр Союза среди 76 республиканских и областных профсоюзов страны за 2015 год Чувашпотребсоюз занял первое место за развитие общей деятельности. Чувашпотребсоюз объединяет 18 потребительских обществ, более 80 кооперативных организаций и предприятий, которые занимаются розничной и оптовой торговлей, общественным питанием, заготовками, обучением и переподготовкой кадров. Общий совокупный объем деятельности Чувашпотребсоюза по итогам прошлого года возрос на 3% и превысил 11 миллиардов рублей. Более 200 миллионов рублей были направлены на развитие материально-технической базы. Строительство и реконструкцию объектов, модернизацию оборудования. Традиции и инновации. Вот два кита, на которых базируется потребительская операция Чувашской республики. Сельскому населению за сданную сельхозпродукцию выплачено около 658 миллионов рублей, что равносильно годовой заработной плате примерно 4 тысяч сельских жителей. Социальная миссия обеспечения товарами и услугами жителей отдаленных малонаселенных пунктов остается одной из главных отличительных особенностей потребительской кооперации. Чувашпотребсоюз – постоянный участник месячников по реализации сельскохозяйственной продукции, которая проводится в городах и районах республики. Сегодня продукция, которая производится кооперативными предприятиями и организациями, выпускается в том числе под единым брендом «Вкусная линия». Всего Чувашпотребсоюз обеспечивает занятость около 8 тысяч жителей республики. По результатам экономического соревнования в Центрсоюзе России среди потребительских общей за 2015 год, а их насчитывается порядка трех тысяч, Аликовское райпо заняло первое место, Нишлейское райпо – третье место. Чувашия активно осваивает средства, выделяемые правительством России на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств. Республика вошла в число лучших регионов по этому показателю. Сегодня, по данным статистики, фермеры производят 70% молока и около 30% мяса. Более 1300 крестьянско-фермерских хозяйств по всей республике выращивают зерно, содержат скот и птицу, занимаются производством овощей. На их поддержку только за 2012-2015 годы выделено более 300 миллионов рублей. Это реальный сектор экономики на селе. Уже начат прием заявок на гранты нынешнего года. Всего за период реализации этой программы По поддержке начинающих фермеров у нас участвовало около 600 фермеров. И из них выиграли гранты 184 фермера. Что касается семейных животноводческих ферм, сегодня их на территории республики 23. Фермеры работают сами, дают работу и односельчанам. Благодаря такой поддержке создано 420 рабочих мест. А конкурс среди начинающих фермеров составил 3 человека на один грант. Я участник, получается, с Комсомольского района. И во время проведения конкурса задано было энное количество вопросов. Мы, в принципе, ответили. Конкурс прошел идеально, скажем так. Все было положительно, все было интересно. Надеемся, что комиссия наша Минсельхоза оценит у всех участников в положительную сторону. Я выбрал специфику крупного рогатого скота, расширяться, поднимать свой район. Средний размер гранты составляет более 1 миллиона рублей. А бюджетных средств предусмотрено на поддержку 33 начинающих фермеров. Родион Архипов, Сергей Рябчиков. Республика. Музыкальный руководитель Чебоксарского детского сада номер 182 Вероника Ермолаева вошла в топ-100 лучших воспитателей России. Как педагогу из Чебоксар удалось обойти конкурентов со всей страны, узнала Екатерина Куприна. Воспитанники этого детского сада с удовольствием ходят на уроки музыки и танца. Здесь можно громко петь и танцевать, а Вероника Вениаминовна – одна из любимых воспитательниц. Вероника Вениаминовна красивая и веселая, учит нас танцевать и петь. Мне нравится Вероника Вениаминовна. Она не строгая, она добрая. И мне нравится петь. Я хочу стать строителем, но петь буду точно. Вероника Ермолаева решила стать музыкальным учителем еще в школе. Закончив педагогический университет, начала работать с детьми дошкольного возраста. По ее мнению, любовь к музыке необходимо прививать с малых лет. Ведь самое главное в нашей работе – помочь развить детям таланты, поверить в себя, найти ту изюминку, за которую можно похвалить ребенка, заставить поверить в свои силы. Одна девочка пришла, выпускница, и говорит, вы знаете, я уже не могу без музыки. То, что я привела любовь к музыке, это самое главное. И не зря Сухомлинский говорил, что музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего это воспитание человека. В конкурсе ТОП-100 принимали участие воспитатели, педагоги, руководители дошкольных студий и кружков со всей страны. Наша землячка одержала победу в номинации «Лучший музыкальный руководитель России». Конечно, конкуренция была высокой, но в 182 детском саду в победе коллеги не сомневались. Так как она является высокопрофессиональным, высококвалифицированным педагогом, творческим педагогом, занимающим активную жизненную позицию, вкладывающим всю свою душу и сердце в общее дело воспитания и развития детей. Ежегодно учителя и воспитатели из Чувашии занимают призовые места на всероссийских педагогических конкурсах. Такие успехи убедительно доказывают. Образование в республике остается в приоритете, несмотря на экономические трудности. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. В Чубаксарах прошел рейд народного контроля по проверке питания в дошкольных учреждениях. Сейчас следить за питанием начали и родители воспитанников детских садов. К одной из таких проверок присоединилась наша съемочная группа. Развивающие уроки, прогулки на свежем воздухе и полноценный рацион, составляющие необходимое для развития ребенка. А питанию дошколят уделяют особое внимание. Вопрос организации питания стоит на особом контроле у администрации города. За последние годы проведена огромная работа в этом направлении. Мы подходим комплексно к вопросу организации питания, начиная от поступления продуктов, от самой машины, на которой привозятся продукты питания в детский сад, до сервировки стола. Сегодня на обед вермишелевый суп тушеной капусты с мясом и компот. Но прежде чем подать их детям, родительский комитет проверил качество готовых блюд. Провели контрольное взвешивание, попробовали еду на вкус. Мы вполне можем контролировать прием пищи, как он осуществляется, качество пищи. То есть мы можем присутствовать на завтраках, на обедах и на ужинах, ознакомиться, как наш ребенок питается. То есть проблем с питанием в детском саду я никогда за период нахождения здесь не наблюдала. Конечно, необходимо учитывать все требования по хранению и приготовлению продуктов. Но главное для детей, чтобы еда была вкусной. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Топрок, фудворк, пауэр мув. Для кого-то это просто слова, но для истинных брейк-дансеров сама жизнь. Наш сюжет о самом динамичном и ярком стиле. Так мы хотим поздравить всех телезрителей с Международным Днем Танца. Он появился благодаря разборкам в бронсе, но в то же время это очень миролюбивая культура. В нем действует правило ноутач, соперники не могут прикасаться друг к другу. По всему миру бибой проводят батлы. Как вы уже догадались, я говорю о брейк-дансе. И сегодня в Международный День Танца национальной телевидении Чуваши наведалась в гости к танцорам брейкинга. Это самый старый и самый известный из всех стилей хип-хоп танцев наряду с рэпом, диджейингом и граффити. В столице Чуваши это направление предпочитает огромное количество танцоров. Брейк-данс это моя жизнь, это все мое свободное время, это моя работа, это мое хобби, мое увлечение. Все, что у меня связано, все связано с брейк-дансом. В 11 классе хотелось танцевать, одноклассники ходили на брейк-данс, я решила пойти с ними, затянула. То вот уже в течение 8 лет я занимаюсь этим, преподаю уже не первый год. Какой силе брейк-данса круче? Пауэр-моф или стайл-фудворк? Практически с самого появления брейкинга его танцора поделились на две группы. Одни бибои говорят, что пауэр-моф гораздо сложнее, чем фудворк. Другие же считают, что силовики не имеют воображения и индивидуальности. Они просто кучка обыкновенных гимнастов. Но по-настоящему крутому танцору нужно владеть двумя силами. Стать лучшим в своем деле мечтает и Настя Сугутская. Мне нравится в брейк-дансе все. Тут можно делать то, что хочешь, как тебе нравится. У каждого есть свой стиль. Я танцую просто для себя, для души. Мне это нравится. Посмотрим, может, в будущем тоже буду преподавать. Вот уже три года в роли бибоя выступает и Павел Дмитриев. В будущем он мечтает стать строителем кораблей. Но оставлять брейк-данс Паша не собирается. Свободный танец. Можно просто на улицу выйти, станцевать. Все посмотрят, скажут, что круто. Мое любимое движение в брейк-дансе – это флай. Это элемент Пауэр-мофа. Мне очень нравится, когда ноги летают, все летает, все тело летает. Многие люди причисляют брейк-данс к спортивному направлению. Но это прежде всего танец, с помощью которого можно выражать свои эмоции. Научиться работать с публикой, освоить азы акцентского мастерства, повысить самооценку и почувствовать уверенность в себе. Главное – очень этого хотеть. И тогда все получится. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Впереди у россиян четыре дня выходных. В столице Чувашии будет много мероприятий. Итак, 1 мая в 10 часов от сквера Чапаева стартует шествие, посвященное празднику весны и труда. Колонна дойдет до Красной площади. Там в 12 часов начнется гала-концерт Всероссийского конкурса академических хоров «Поющая Россия» и смотр-конкурс «Пасхальное чудо-2016». В это же время в парке Николаева начнется праздничная программа «Весенняя копель». В Лагреевском лесу и парке «Пятьсотлетие» праздничные программы начнутся в 13 часов. 2 мая мероприятие продолжится в 12 часов. В парке Николаева начнется марафон по русским сказкам «Команда курочки-рябы». 3 мая гостей парка ждут на программу «Свет из страны детства». Также в майские праздники в Чебоксарах после зимы начнут работу фонтаны. Отвлечься от будней, поработать в саду, навестить родственников, приготовить шашлыки. Майские праздники не хочется проводить в душной квартире. В то же время телеканалы обещают интересную программу. С компанией «Ростелеком» вы можете не беспокоиться, что пропустите за выходные выпуски любимых передач и сериалов. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных! Компания «Ростелеком» предлагает жителям Чувашии стать интерактивными. 17,5 тысяч темей уже оценили преимущества интерактивного телевидения и услуги управления просмотром. С управлением просмотром от компании «Ростелеком» вы можете не бояться пропустить какой-то любимый сериал, новости, фильм. Все программы записываются в архиве передач, хранятся 72 часа. Поэтому, например, у меня была очень насыщенная неделя, и я не успела посмотреть любимый сериал свой. Благодаря архиву передач и управлению просмотром от «Ростелеком» я могу это сделать. Очень удобно, согласитесь. Выспаться выходные, включить детям их любимые мультики и приготовить фильм или телепередачу на вечер. «Ростелеком» дает свободу выбора. Свыше 200 телеканалов, в том числе и региональные, доступны пользователям. А сервис «Видеопрокат» позволяет смотреть кинопремьеры на любимом диване с чашкой чая. Наши абоненты могут смотреть киноновинки, не выходя из дома, петь караоке, управлять просмотром, защищать детей от нежелательного контента. От себя лично и от компании «Ростелеком» хочу поздравить всех жителей нашей прекрасной Чувашской республики с наступающими майскими праздниками. С праздником, друзья! Подробнее о том, как подключить услугу, вы можете узнать на сайте «Ростелекома». в офисах продаж и обслуживания и по телефону 8 800 100 08 00.